Всем здравствуйте! Сегодня у меня влог. Так, что же я сегодня сделала уже? В общем, до обеда я была уже в столплите. Ездила туда для чего? Ну, покупала свой парфюм. Моего парфюма любимого не оказалось. Разобрали молекулу Эксцентрик. И мне предложила женщина Татьяна, которая там продает вот такой аромат Black Fleur. Знаете, я ей очень благодарна. Мне он понравился. Опять же говорю, для наших местных волгоградских, то если захочет купить, это в столплите. Там их несколько стоек с парфюмом. В общем, чтобы не говорить долго, я лучше оставлю ссылку на их инстаграм. И вы по их инстаграм, по их логотипу в инстаграм найдете, где они там на первом этаже. Именно их стойка. Ну, просто я за других не могу говорить ничего. Вообще, вы знаете, это Black Fleur. Ну, если кто знает, да, этот аромат бесподобный. Это божественно. Это такой нежный, он раскрывается. На самом деле, вот эти ароматы, во-первых, держатся на теле более 10 часов, а то и больше. Мне кажется, больше. Вот пока не смоешь. На одежде, если попадешь, я не перестала об этом говорить, это вот... Опять, я говорю, наверное, не постираешь. Даже 3-4 дня, если просто вы раз надели, положили, там, повесили в шкаф, вы открываете шкаф, идет аромат. Это, вы знаете, не вот такие обычные брендовые парфюмы, которые продаются в Ревгош, в Литуалях, да. У них сколько? 4-5 часов от силы. Эти же, потому что они на основе натуральных масел, натуральных ингредиентов. Вы, если хотите, можете купить маслом их. Можете... Я покупаю все время, разбавляю... Разбавлятную прошу парфюмерной жидкостью. И то, вы знаете, на белую одежду наносить нельзя. Шик, я имею в виду. Обязательно будут жирные пятнышки. Но они отстирываются потом, конечно же. Но это неприятно, если вы оделись, да. И куда-то выйти, и вы побрызгали, и вы ходите, у вас в пятнах. Поэтому я наношу сначала, перед тем, как одеться на тело, а потом одеваюсь. Одеваюсь. И там была акция. Значит, если покупаешь 5 мл парфюма, то вам 5 мл зам-зама, парфюм зам-зам, унисекс считается, в подарок. Кто-то в восторге от этого аромата. Ну, унисекс, знаем, чем он, его характерная особенность. На теле женщины он раскрывает женские ноты, аромат унисекс, а на теле мужчины раскрывает мужские ноты. Поэтому называется унисекс. То есть на женщине и мужчине один и тот же аромат пахнет по-разному. Тоже интересный. Такой свежий. Ну, молекула попозже, пока она у меня есть. Попозже. Молекулярная. Мне нравится молекулярная. Но вот этот Блэк Флёр Блэк Флёр вообще бесподобный. Бесподобный. Так что, кто это не рекламирует, я от себя лично говорю в благодарность этим людям, которые там работают, радуют такими ароматами нас. Я знаю за них точно, что они не обманывают и не бодяжат. Потому что они сами продают. И, по-моему, у них точка еще в мармеладе есть. По-моему, да. По-моему, там. Но это я у них не уточняла. Ну, тот же логотип у них в мармеладе. Потом, значит, сегодня я еще ходила, когда ходила, уже зубы лечила. Вчера, кстати, залечила последние два. Нашли мне дырочки. Про цену я молчу. В общем, скажу так. За три зуба я отдала 4600. То есть, как-то странно такая градация. То есть, вот один зуб мне восстановили. То есть, там нужно было наращивать все. Два зуба маленькие дырочки. Пломба одинаковая. Стоимость одинаковая. Вторая... Один зуб лечили. И второй сосед обнаружился тоже там с маленькой дырочкой. То есть, стоимость пломбы на большую одна и та же. И на махонькую дырочку тоже стоимость одна и та же. Большая. И там не только стоимость пломбы, там сейчас... Знаете, что включили еще? Включили обработка мед... Вот этих всех вот... Не медоборудования. Медпринадлежности, да? Почему люди должны платить за обработку мед этих принадлежностей? Я не помню. Вот это... Там, казалось бы, копейки 20 или 30 рублей на один зуб считается. Не знаю. Для меня это загадка. Я считаю, мы не должны платить за это. И, значит, мне там сказали, что нужно уточнить... У меня такой полис есть. Вот. Капитал медицинский, да? Единственное, я благодарна, чтобы мне там сказать, что нужно наклеить какую-то наклеечку вот такую вот сюда. Вот я сходила, наклеил вот эту наклеечку. Мне в этом капитале предложили, значит, страховку. Программа добровольного индивидуального страхования «Стоп коронавирус». Вот эту брошюрочку я взяла. Значит, ну, я сначала так отнеслась к этому, Вера, ну, подайте, скажи мне подробнее, что это страховка? 2000 рублей. Перегорю, не рекламирую. Ни в коем случае. Говорю, что вдруг, если что, имеете в виду, даже такое уже есть от коронавируса страховка. И она всего на 3 месяца. То есть, ты застраховался, вот видите, как, 2000 отдал, 3 месяца ты не заболел, она тебе пропадает, заново страхуйся. И как там еще, значит, условия какие, выплаты, да? То есть, она страховка идет на 200 тысяч рублей на 3 месяца стоимостью 2000. И тебе оплачивают ноль, если ты попал в больницу, именно в стационар, у тебя подтвердили диагноз этого коронавируса. И с этого момента подтвержденному диагнозу 0,5% в день от 200 тысяч рублей тебе оплачивают. То есть, ну это где-то 1000 рублей сутки, я так поняла, да? Пролежал-то неделю, тебе независимо, платно, бесплатно. В общем, я у них точно, бесплатно тоже, он говорит, да, тоже. Еще такой момент, да? Он говорит, ну если подтвердили, а если человек, допустим, попал в больницу и пролежал там эти недели, там же долго ждут, подтвердя анализов вот этих вот мазков или чего они там берут, долго не подтверждается, там неделю, пролежал, неделя, она говорит, нет, не оплачиваются именно с момента подтверждения. А многим-то сейчас ставят, даже не коронавирус, а пневмонию, да? Ладно. То есть, вот именно вот такие вещи. Я спрашиваю, говорю, что страхуют? Она говорит, ну вот в Волгограде очень много у нас страхуют, а страхуют вьетнамцы и китайцы приезжают. У них типа вот люди цивилизованы, они, знаете, страхуют. Ну и я лично не стала страховаться всего на 3 месяца и 2 тысячи. У меня они не лишние. Мой взгляд, может, я, конечно, не права. Ну, еще, знаете, у меня сегодня что? Мне сегодня в 2 часа дня я иду на брови. Все-таки я иду делать брови. Не знаю, в этом виде получится или не получится показать, что мне сделали. Честно говоря, в напряжении. В напряжении, в напряжении в каком? Я боюсь, что мне цвет неправильный подберут. Вот что. Ладно. Так, мне сейчас еще нужно приготовить, приготовить баклажаны и идти уже на брови. А, меня просили, кстати, показать, как я готовлю баклажаны. У меня сейчас по дому там уже рецепту. Ну, чаще так обычно готовлю. Пойдемте, я сейчас покажу, как я их готовлю. Смотрите, девчонки, самый простой способ приготовления баклажан. Сейчас я вот в последнее время практически только так готовлю. Мне он нравится, очень быстро, вкусно. Именно я давно искала вот такой подобный рецепт тушеных баклажан. Для этого требуется всего 4 ингредиента, которые, видите, на столе, не считая специи. Специи потом покажу, какие добавляю. Значит, что берется, чтобы легче было запомнить, я все равно беру на 5. Вот смотрите, 5 вот таких баклажан, ну, с ладошку. 5 баклажан, 5 болгарских перцев, 3 зубчика чеснока, это уже можете 2, можете 1, можете 5 тоже, и 2 луковицы, вот такие средние. Вот. Что я делаю? Значит, я беру, режу соломкой баклажаны и посыпаю их солью, на полчаса накрываю крышку, оставляю, ну, просто на столе оставляю. Конечно, сейчас такие сорта, скажете, что можно их и не подсаливать, да, чтобы избавиться от горечи, но я на всякий случай делаю, потому что это не мои баклажаны, я их покупала, я не знаю, какие они на вкус. Полчаса они у меня полежат, я их обмою, обязательно водой промыть нужно, отжать, их обязательно отжать. Перец тоже нарезаю соломкой, лук полукольцами, чеснок либо режу, либо давлю, либо тру, мелко-мелко. Ну, все, сейчас вот начну приступать, делать и буду показывать вам. Вот я приготовила, смотрите, овощи, вот он перец, вот знаете, я порезал, я режу вот так вот, его прям вдоль, полностью, во весь рост перца, можно пополам, но мне нравится больше вдоль, он, если что, сломается, баклажанчики, вот тоже я порезал, вот такой таз, купленный в фикс-прайсе, несколько здесь, тазиков таких, ой, не фикс-прайс, еще на кисетофоре покупала, очень классно, нравится, с крышкой, он стоит, пока я все готовила, где-то минут 10 прошло, сейчас минут 20 постоит, тазик с бакалажанами, сок свой отдаст, если горечь отдаст, и начну готовить, и лучок, вот порезала кольцами, чесночок есть, буду готовить на оливковом масле, что-что, баклажаны, я вот люблю готовить на оливковом масле, масло оливковое, как я сказала, Сначала запускаю лук, он у меня обжаривается, соль, девчонки, вообще никакой не будет, соль не добавляю, сейчас все буду готовить, пока без соли, все в конце, не накрываю, слегка вот так помешиваю, чтобы он, ну, чуть-чуть мягче стал, потом добавлю перчик, точно так же помешаю, не накрываю крышкой, не добавляя соли, а потом допущу баклажанчики, ну, чуть-чуть, вот видите, поджарился лучок, и запускаю сюда перчик, мешаю, крышкой не накрываю, так вот, периодически перемешиваю, и, наверное, крышечкой все-таки прикрою, вот так, чуть-чуть, наполовинку, чтобы потушилось, вот слегка, просите, когда добавлять баклажаны, а вот когда вот перчик, знаете, вот чуть-чуть их мягкий станет, вот он сейчас стал, чуть-чуть мягким, и я сюда запускаю промытые, отжатые баклажанчики, все перемешиваю, и накрываю крышкой, и пусть немного потушится, где-то прошло 5 минут, нужно взять, перемешать, обязательно перемешать, пока огонь я не убавляю, у меня сильный огонь, и еще 5 минут, до полуготовности так готовим, до полуготовности, чтобы овощи не были такие вареные, или прям сильно жареные, и так, баклажаны у нас доведены до полуготовности, добавляю чеснок, значит, какие специи, ченки использую, здесь у меня, вот на этот объем, на 5 баклажан, 5 перцев, 2 чайные ложки кориандра, и 2 чайные ложки паприки, все, высыпаю, посолить можно по вкусу, вот я вот буквально вот чуть-чуть, а так бы и вообще бы не солила, и 2 столовые ложки соевого соуса, ну, примерно вот так и льет, все, достаточно, если у вас в 2 раза меньше объем овощей, значит, и специи 2 раза меньше, перемешиваю все вот так, на средний огонь убавляю, минут 2-3 они у меня томятся, и выключаю, 10 минут они лежат под крышкой, доходят, а потом в конце, перед подачей, самое интересное, запах изумительный, вообще потрясающий, как мне нравится трецепт приготовления баклажан, и что в конце, посыпать кунжутными семечками, я их предварительно обжарила в микроволновке, ну, вот так вот, чтобы красиво было, прелесть, прелесть, ой, девчонки, вы не представляете, что меня сейчас ждет, праздник живота, приятного мне аппетита, ну, что, девчонки, зацените мои брови, вы знаете, я довольна, как мне Татьяна сказал, через месяц, 20% цвет уйдет, но мы с ней подкорректируем, в принципе, вы знаете, вот толщину бровей, какую я хотела, мне очень понравилось, очень понравилось, если кому нужен мастер, спрашивайте, вообще, да, неужели теперь я буду просыпаться утром, а у меня уже будут брови, не надо будет рисовать, мне многие писали, советовали, Лариса, по мне писала, Лариса, говорила, сделай ты, сделай ты брови себе, блин, больше собиралась, да, больше собиралась, офигеть, не больно вообще, если есть просьба, я насчет боли не боялась, на конюле хожу, представьте, мне еще одна процедура на конюле, это, конечно, не сравнило, в общем, как-то так, смотрю, смотрю на себя, как в зеркало, в камер, не подумать, что я вот как-то, я просто себя рассматриваю, еще раз, и цвет, и форма, и вот именно толщина бровей, мне понравилось, и ровненько, все, да, ну ладно, пошлать домой, сейчас зайду, в этот фикс прайс, надо мне купить, эти, полотенчики закончились, по 149 рублей, все, 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 пошла, 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 все, никак не рассмотрю, ладно, поздравьте меня, завтра иду на стрижку, видите, как обросла, вообще мрак, в общем, у меня два бьюти дня, ладно, на этом, наверное, все, закроюсь, пока-пока, спасибо, что были со мной, спасибо, девчонкам, моим подписчицам, которые мне все говорили, да сходи, ты сходи, ты набей, Женечке, спасибо, Женечке, я тебе тоже говорила, Света, сходи, сходи, набей себе брови, ну все, сходила, сходила, и довольна, все, пока-пока,